здравствуйте дорогие мои друзья христос посреди нас прежде всего хочу поздравить всех православных зрителей нашего канала с наступающим праздником преображения господня и напомнить что у нас на канале были уже выпуски и о самом значении праздника преображения и конечно же о православном монастыре преображения на горе фавор так что вот сейчас вверху вы видите ссылочки на эти программы если вы вдруг еще их не смотрели ну или хотите пересмотреть то это сделать очень просто их можно найти в плейлисте святая земля сегодня ну или нажать на экране прямо вот на эти ссылочки которые вы видели ну а еще я хочу сделать такое приятное объявление можно сказать такой даже своего рода подарочек празднику небольшой для всех друзей нашего канала которые сокрушались тем что не могут оформить подписку на утренний кофе то есть youtube для оплаты спонсорства канала требует обязательно визу или мастер-карт международную карту а утренний кофе доступен только спонсором канала и вот соответственно люди очень сокрушались писали мне очень много в директ на эту тему и вот мы нашли техническую возможность оформлять подписку на утренний кофе правда на утренний кофе в записи не в прямом эфире конечно да через наш сайт топос еще раз подчеркну в прямом эфире можно смотреть утренний кофе только став спонсором нашего канала через youtube что могут сделать все желающие у кого есть виза мастер-карт или paypal а вот если у вас таких карточек нет есть только российские внутренние карты или украинские белорусские то добро пожаловать на сайт топос мы открыли страничку подписки на передачу утреннего кофе в записи подкис подписка будет возобновляться раз в месяц будет действительно в течение месяца и сразу после эфира здесь на ютьюбе я буду бегом выкладывать утренний кофе туда на страничку и вы смотрите в записи его смотреть видеть все комментарии обсуждения так далее то есть практически вот ну почти полностью участвовать если же у вас будут какие-то предложения замечания пожелания вы всегда сможете естественно писать в комментариях под этим видео я точно так же буду видеть читать и отвечать вам по возможности вот так здорово для того чтобы оформить подписку через сайт топос вам нужно просто перейти по ссылочке которые есть в описании к этому видео а дальше там все очень просто там все написано и объяснено также в вкладке сообщества я выложила пост с подробным описанием всего этого дела так что если вы заглядываете туда то можете тоже почитать ну вот это все с объявлениями праздничными а мы теперь приступаем с вами к чтению священного писания чтению евангелия и сегодня мы с вами начинаем 14 главу евангелия от луки напоминаю что мы читаем на церковно-славянском для того чтобы чадом русской православной церкви привыкать к богослужению лучше его понимать и читать евангелие на церковном языке ну а для всех остальных это тоже знакомство с языком русской православной церкви даст церковно-славянским мы будем читать с вами не торопясь так что если вам сложно вы можете всегда открыть евангелие на любом удобном для вас языке и просто параллельно следить за нами мы прочитаем с вами от стиха 1 до стиха шестнадцатого и потом я расскажу вам что говорят нам святые отцы вот об этих об этом отрывке евангелия и быстик давните ему в дом некого его князя фарисейска в субботу хлеб ясти идти бяху назирающий его и сей человек некий и мы водный труд бе пред ним и отвещав иисус речек законникам и фарисеям глаголя аще достоит в субботу целите они же умолчаша и прием исцели его и отпусти и отвещав к ним рече которого от вас осел или вол в студенец впадет и не обе или исторгнет его в день субботный и не возмогоши отвещать ему ксим глаголы шишек званным притчу обдержая ку председания избираху глаголе к ним егда зван будиши ким на брак не сядя на переднем месте и да кто честнее тебе будет званных и пришед и же тебе звавый и он и горячетти дашь тему место и тогда начнеши со студом последнее место держати но егда зван будиши шед сядя на последнем месте да егда приедет звавый тя речетти друже посяди выше тогда будет ти слава пред званным с тобою як у всяк возносяйся смириться и смиряяйся вознесеться глаголы ши и козвавшему его егда сотвориши обед или вечерю не зови другов твоих не братья твои я не сродник твоих не сосед богатых еда когда идти эти а так ужди воззовут и будет ти воздаяние но егда твориши пир зови нищие маломощи хромые слепые и блажен будиши яку не имут течто воздати воздаст житеся в воскрешение праведных слышав же некий от возлежащих с ним сия рече ему блажен и же снесть обед в царстве божие что будет дальше мы прочитаем следующий раз потому что христос ответит на это восклицание одного из возлежащих а сейчас поговорим вот об этих двух зачалах во первых мы видим с вами здесь что снова христос идет в дом к фарисею вот казалось бы фарисеи так преследуют христа они постоянно надзирают за ним они постоянно пытаются уловить его в нарушении закона они придираются к нему да говоря простым языком а он все равно идет к ним в дом вот святой феофилакт болгарский блаженный святитель феофилакт болгарский говорит нам что господь с невероятным усердием и любовью старается о вразумлении фарисеев потому что они ведь учителя народа и хотя они больше всех упорствуют в принятии его учения христос продолжает нести им в разумление и через слово и через чудеса и исцеления и вот так и здесь не успел он войти в дом как все глаза на него не что он скажет или сотворит а что он скажет или сотворит против закона к чему можно придраться в чем можно его уловить вы знаете часто вот именно так некоторые люди смотрят выступления известных епископов например и сейчас проповедников или медийных каких-то там личностей в политиков я не знаю публицистов до которых сейчас очень много не только на телевидении но и в соцсетях и в ютьюбе и просто руки на клавиатуре ожидания что можно написать в комментарии против к чему можно прицепиться это такой дух критиканство который существует и сейчас дух законничества поэтому в общем то эта ситуация здесь она вполне знакома вот любому из нас с вами кто иногда смотрит передачи знаменитых каких-то известных интересных людей в ютьюбе или где-то еще обязательно есть зрители которые не отписываются от канала но ставят непременно дислайк и что-нибудь пишут в комментариях вот мне иногда кажется что фарисеи примерно так же вели себя они постоянно ходили за христом они принимали его в своих домах даже приглашали вообще христос никогда не приходит в евангелие в дом без приглашения он приходит без приглашения только кому помните в хоне к закхею а вообще-то во всех случаях его приглашают на обед но при этом они следят где сделать ему замечание и вот здесь мы видим как христос исцеляет человека больного водянкой и фарисеи естественно осуждают его потому что он сотворил это в субботу до суббота день полного покоя и мы уже с вами в предыдущих выпусках не раз говорили об этом и я не буду повторяться те кто смотрит евангелие читает наш читает с нами евангелие регулярно да тот знает уже а здесь я хочу обратить ваше внимание вот на что в своем стремлении не нарушать покоя субботнего фарисеи получается дошли до того что может быть день когда не нужно творить добро да если это добро сопряжено с каким бы то ни было трудом а разве может быть хоть один день в жизни верующего человека где он не творит добро соответственно господь напоминает им если у вас волк или осел да а в день субботний упадет в студии в студенец в колодец вы же идете спасти его а если не из милосердия к животному то из жалости потерять ну животные денег же стоит имущество да как бы ваше так тем более разве не надо было освободить человека и спасти его от беды да где ваше сердце возникает вопрос ну а как нам христианам применить вот эту историю к себе у нас ведь нет с вами никаких строгих запретов и мы вот чем мы можем нарушить воскресенье и надо ли его нарушать ну и так далее дело в том что у христиан воскресенье полагается ходить в храм обязательно и кстати это доброе дело тоже потому что в храме а человек молится ведь не только о себе самом но о своей семье может поставить свечу или подать записку а те кто в храм например не может прийти в этот день ну или просто не ходит из-за его родственников да потому что не считает нужным то есть это тоже на самом деле очень важное доброе дело но воскресенье хотя мы этот день не посвящаем богу да разумеется и хотим побыть в тишине особенно после причине святых тайн почитать духовную литературу какую-то побыть как-то вот да скажем в покое ни в коем случае конечно нам нельзя забывать своих родных и близких если кого-то нужно навестить утешить провести с кем-то время то даже пусть в ущерб своему как бы духовному какому-то комфорту мы должны это делать чтобы не уподобляться фарисеям которые находясь в счастливом таком вот субботнем покое в ощущении того что они исполняют заповедь да и все делают правильно забывали милосердие ближним кстати это же касается наших постов вот это такая скажем предостережение нам христианам в таком грехе когда для нас праздничный или воскресный день или пост превращается в уютную для нас атмосферу да то есть когда мы атмосферу праздника его такую душевную составляющую ставим во главу угла а главные цель любого дня посвященную богу то есть более сильное проявление любви и заботы и добра к ближним мы как бы отодвигаем на задний план при том иногда даже есть такая тенденция да что вот нужно прямо всех родных задвинуть как можно дальше особо строго перед большими праздниками вычитать там все на свете правила к причастию выстоять до отказаться от просмотра телевизора и всего прочего ну если наши близкие не против этого если наша так сказать жизнь семейная позволяет нам это сделать прекрасно но если мы это делаем и безумно огорчаем этим родных если мы это делаем в ущерб своей семье и любви и наши близкие не готовы к нашему подобному аскетизму да то бесспорно это богу не угодно и об этом кстати можно слышать уже сейчас и в проповедях многих священников которые говорят что например вот подготовка к таинству причащения это дело в общем-то довольно личное да то есть есть у каждого человека духовник есть священник который он регулярно исповедуется и в силу обстоятельств его домашней жизни его семьи он может благословить его кто-то будет читать все три канона три акафиста там еще не знают кафизму псалтири да и правила к причащению а кто-то прочитает только правила к причащению и этого будет довольно потому что большего его семья не выдержит то есть нужно заботиться о том чтобы наша семья выдерживала нашу религиозность чтобы мы не превращались фарисеев которые за буквой закона уже не видят людей живущих рядом с ними нарушают главную заповедь любого дня жизни человека мы в особенности праздников два двундесятых а именно оказать любовь ближним согреть их сердца чтобы и в их сердцах была в этот день особая от вас радость теплота и забота но вот можно так тут порассуждать и пофилософствовать немножко ну а дальше все стали садиться за стол трапеза и вот в древнем в древнем мире вообще да даже не так давно еще даже на руси там до революции было такое понятие место за столом но в патриархальном в патриархальном периоде до русской нашей жизни чем ближе к хозяину дома или чем ближе к царю тем считалось место достойнее почетнее также было и в византийской империи также было во времена земной жизни христа потом уже в девятнадцатом веке немножко было по-другому хозяин и хозяйка рассаживали гостей часто сажали женатых людей не друг с другом а с другими парами чтобы разговор был более интересным но это уже скажем так более позднее нововведение все-таки традиционно во всех практических культурах чем ближе к хозяину тем выше место но и на официальных все-таки приемах в царском дворце и так далее это сохранялось и сохраняется в англии в королевском дворце до сих пор и вот здесь мы видим странную вещь люди дерутся за то чтобы сесть первыми боже мой такая картина кажется немножко даже дикой и как-то да ну как бы такое невзрослое поведение да а вот между тем надо понять что у древних иудеев времен земной жизни христа их праведность очень сильно соединялась с их положением в обществе то есть праведность человека не было его личным делом и делом его взаимоотношений с богом это было делом общественным если человек считается учителем до раввином ему положено место рядом с хозяином если человек считается там уважаемым книжником до специалистом по ветхому завету умеющим его каллиграфически переписывать и толковать законы он должен сесть вот тут-то и так далее и так далее то есть сейчас нам это трудно понять потому что мы уже как бы с вами живем в христианском мире да как бы как бы то ни было все-таки законы уже другие и современный иудаизм кстати он тоже во многом имеет уже понятие и любви и милосердия и сострадания то есть уже с как иногда я шучу а христианился да в чем-то а вот тот древний иудаизм времен христа он был очень жестким в этом плане и вот это вот как бы до соблюдение порядка норм жизни законов и в духовные в светской социальной жизни это стоял практически на одном уровне поэтому они искренне боролись за свое положенное им место и то что христос говорит это конечно совершенно революционно он говорит да никому не нужен этот порядок никому не нужно это уважение в обществе не так это все работает то есть если человек праведный то бога ему дает и богатство и уважение в обществе да нет совсем бог дает человеку благодать за то что он себя смиряет за то что он считает себя недостойным и наоборот в жизни ставит себя везде на последнем месте для того чтобы ему было эта мысль понятней он приводит такой очень бытовой пример придешь быть в гости сядешь на последнем месте а хозяин то тебя заметит и скажет друг пересядь повыше ты должен сидеть около меня и будет тебе это приятно то есть господь по невероятной своей милости в такой красивой обертке и как бы в виде мягкой конфетки подает им мудрость смирения он не говорит смиряйся для того чтобы потом в той жизни будущей будьте спасение он приводит им пример из бытовой даже жизни но ведь тебе же приятнее будет если тебя пригласят потом сесть на переднее место они сам ты себе его добыл или успел его занять или сел потому что тебе положено а ты наоборот сядь подальше вот это удивительная такая педагогичность христа правда вот она просто пример нам мамам которые вот деточек воспитывают да вообще всем педагогам как нужно иногда уметь подать информацию чтобы человек ее принял вот учиться и учиться нам а также потом господь обращается к тому кто собрал этот пир и позвал здесь говорит ну на первый взгляд очень странные вещи когда устроишь пир не зови ни друзей ни родных не близких а позови нищую братью нет но мы конечно все знаем что в древности люди богатые и во времена христа и у римляне язычники даже до император в праздники накрывал столы для нищие братья но и в византийские времена конечно на руси купцы обязательно накрывали столы для нищих это считалось просто это была часть быта русского культуры нашей да да и во многих странах точно так же так вот здесь как же так то ну это правильно но почему же не звать родных и близких тогда а где же любовь родным и близким да здесь гипербола то есть преувеличение вот такая же гипербола как проигольное ушко и верблюда до верблюд не может пройти сквозь ушко швейной штопольной иглы точно так же здесь господь хочет показать смысл в чем не зови тех кто тебя потом отблагодарит тем же то есть не зови тех кто и тебя тоже потом пригласит и шикарно угостит и ради тебя потрудится соберет шикарный стол а зови тех которым нечем тебя отблагодарить кроме их молитвы за тебя и бог отблагодарит тебя потом то есть имеется ввиду что мы не должны звать людей в гости ради того чтобы потом пойти к ним самим или что-то материальное от этого получить. А должны звать ради радости общения с ними, ради того, чтобы оказать им любовь. Ну и как Господь всегда в Евангелии пытается нам практическую пользу показать, для того, чтобы воздалось потом, впоследствии. Вот такая заповедь любви. Ну что же, на самом деле, если каждый посмотрит на себя, если я на себя посмотрю, да, действительно, когда мы приглашаем людей в гости, хорошо, я, например, не думаю о том, что человек потом меня тоже пригласит, вот признаюсь честно, мне такой подход не близок, но, наверное, потому что мы люди небогатые, наши друзья тоже люди небогатые, да и мы не живем в то время, когда можно, так сказать, да, так, такую модель поведения. А вот пригласить людей, с которыми тебе особо приятно пообщаться, или посплетничать, или поговорить, правда же? А попробуй пригласить с прихода кого-нибудь, кто тебе, мягко говоря, не очень нравится, но человек одинокий, и ты умом понимаешь, что ты ему можешь доставить радость, если ты его позовешь на чай, только неохота это делать, потому что такой неприятный человек, вот лучше я вот ту позову, там, подругу, там, или крестную, ну, этот, ладно, я с праздником поздравлю, пообщаюсь в церкви, так, для вежливости, три секунды, и пойду домой. А вот обнять, согреть, сказать, слушай, там, дорогая или дорогой, приходи сегодня чайку попить, там, посидим, ну, или если не хочется, нет возможности, может быть, да, вести к себе домой, в кафе позвать, там, рядом с храмом, а пойдемте с нами вместе, вот мы сейчас идем кофе пить, пойдемте с нами, вот, наверное, об этом это, да, если, согласны со мной, но если применить вот эту историю к нам, нынешним фарисеям, да, вот, все страдаем этим, правда же, вот, ну, вот такие мысли посещают, прямо получилось у меня, видите, импровизационно получилось, прямо мысли к празднику, ну, потому что невольно, наверное, думаешь о завтрашнем дне, о завтрашнем походе в храм, ну, вот, мои дорогие, дорогие зрители, я вас всех сердечно обнимаю, на этом мы с вами сегодня прощаемся, увидимся мы теперь на выпуске нашего блога «Святая земля сегодня», ну, и те, кто из вас очень хотят участвовать в наших утренних кофе, действительно, темы все интереснее и интереснее делаются, очень активное участие проявляют наши подписчики утреннего кофе, придумывают новые темы, идеи, мы перешли на фильмы, теперь обсуждаем раз в неделю, а другой раз в неделю какую-то актуальную тему, вот мы говорили, например, о чем мы говорили последний раз, мы говорили о фильме «Солнечный удар» Михалкова, обсуждали, нашли там потрясающие скрытые смыслы, идеи, оказалось, что люди об этом не знали и не увидели, какие-то моменты, которые мы с Руфаэлом углядели, до этого мы, в общем, посмотрите, а то сейчас я уже начну вспоминать, вы знаете, я иногда как-то птичка, я пою, потом уже не помню, поэтому давайте зайдите по ссылочке, она в описании к этому видео, и там вот как только вы подписочку оформите, сразу все выпуски за август, кроме одного, которого еще просто не было, да, впереди, они у вас будут, а в августе у нас получится, наверное, 9 выпусков, то есть в каждом месяце 8-9, мы выходим 2 раза в неделю, вторники и субботы, и, соответственно, сразу же обычно прямой эфир в 8-9 утра, значит, где-то к 10 утра это уже будет появляться там у вас на страничке, то есть многие же тоже в записи смотрят, даже те, кто через YouTube оформили подписку, спонсорство, а многие смотрят тоже в записи, так что вы не сильно будете отличаться. Ну вот, все, мои дорогие, надеюсь, что у вас все получится, да, если что-то с подпиской не получается, дорогие, не пишите сюда в YouTube, потому что я редко читаю комментарии, не успеваю, пишите на адрес почты нашего топуса, там отвечает модератор, и он вам поможет, если что-то вдруг у вас не пошло и не получилось проплатить. Опять же, адрес помещаю под этим видео и в посте во вкладке «Сообщество», который я написала вчера, там вся информация подробно есть. Все, еще раз с праздником, до свидания, до скорых встреч!